Здравствуйте, в эфире тема дня. В гостях у нас сегодня начальник территориального отдела образования Киевского района Людмила Прокопенко и депутат от Киевского района Дмитрий Танцюра. Людмила Павловна, Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Начался учебный год, уже прошла, наверное, первая учебная неделя, вот все устаканилось, учебный процесс начался. С чем, Людмила Павловна, пришли школы Киевского района в первый раз, первый класс? Первый раз, первый класс, ну наша семья Киевского района пополнилась, 99 классов в этом году пришли в нашу школу Киевского района. Это первые классы? Первые классы, да, это 2900 детей первоклашек переступили пороги наших школ. Достаточно много, мне кажется, каждый год все-таки у нас детей становится больше. Насколько школы готовы принимать такое количество детей сегодня и вообще, что нужно для этого? То есть, ну понятно, что не только парты и стулья, собственно, так школа готовится. Ну, в первую очередь хочется сказать, что сегодня, вы правильно отметили, что не только парты и стульчики, нужны квалифицированные кадры. И сегодня очень большая работа проделана в этом вопросе. Наши педагоги прошли обучение для того, чтобы научиться работать в новой украинской школе, потому что сегодня государство ставит перед нами задачи, и мы их реализовываем. Я очень надеюсь, что это будет успешно, потому что на протяжении всего лета педагоги были подготовлены к тому, чтобы работать по-новому. Я очень надеюсь, что это будет успешный и замечательный проект, который стартанет и будет отлично. Все школы готовы, правильно понимать? Да, была создана комиссия перед началом учебного года, которая посетила все учебные учреждения нашего района, и благополучно всем подписаны акты о готовности к началу учебного года. Конечно, особое внимание обращали мы сегодня и на первые классы, на оборудование, как первые классы сегодня готовы принимать наших первоклассников. Это очень важно, действительно, что на сегодняшний день нужно и оборудование, и, в принципе, условия, достойные условия для школьников, чтобы они могли получать знания, и это сегодня забота города. Людмила Павловна очень правильно подметила, они в основном занимались подготовкой преподавателей. Городская власть готовила школы, так называемую материальную базу, которая важна для воспитания подрастающего поколения. Мы можем сегодня с вами похвастаться гордостью Киевского района 84-я школа. Просто красавица, преобразовалась. Но она у вас всегда была любимая. Мы начинали просто в этой школе с каких-то локальных вещей, там, заменой окон, заменой дверей в классах, там, ремонтом актового зала. А вот сейчас, благодаря мэру города, благодаря нашей команде, мы подходим комплексно. В этом году была завершена полная реконструкция школы. Школа просто красавица. Получили не только утепленные фасады, получили новые, полностью новое остекление школы. И самая главная гордость – это спортивный комплекс, который получил не только, как бы, статус там футбольного поля, а получили и баскетбольное поле, получили и теннисные корты, получили летние волейбольные площадки. И сделали, поскольку классов набирается больше и начальной школы больше, сделали несколько игровых зон на улице для специально оборудованных, с мягким покрытием для того, чтобы дети не травмировались. По последнему слову всех требований программы. Наша задача – заботиться о комфорте и безопасности наших детей в наших школах. Поэтому, поверьте мне, школы Киевского района с 1 сентября, также мы можем говорить и о 9-й гимназии, которая тоже в этом году набрала первоклашек. Это был просто какой-то пережитый страх у преподавательского состава. Никогда в этой школе не было таких маленьких. И они, когда их увидели, это как, знаете, родители в роддоме трусятся, потому что вот маленькие дети появились. Ну и это уже, кстати, тоже пережили. Уже дети ходят, о них опекаются так и старшеклассники, так же и преподаватели. Поэтому все замечательно. Ну и в гимназии, я так понимаю, с материальной точки зрения, то есть с материальной базы, все готово. Есть много школ, которые получили в этом году комплексный подход. К сожалению, невозможно одним годовым бюджетом все это перекрыть. Поэтому есть очередность капитальных ремонтов школ. В этом году 5 школ Киевского района получили такое обновление. Буквально вчера вот мы увидели в системе Прозора выставлена очередная школа Гармония, где команда мэра обещала подготовить такой же спортивный комплекс. Поэтому я думаю, что все обещания взяты, все обещания, которые мы берем на себя, мы по плану выполняем. Ну вообще с 84-й школой, я так понимаю, особое отношение еще и потому, что, наверное, именно оттуда начиналась ваша инициатива, социальная, дом, в котором мы живем. Ведь, собственно, именно там одесситы захотели изменений. То есть они захотели что-то поменять. Алисочка, вот что в нашем понимании школа? Это мини-общество, где обсуждают все наболевшие проблемы. То есть дети приходят из своих квартир в школу, рассказывают о наболевшем, преподаватели слышат. Вот именно коллектив, абсолютно верно, родительские комитеты, которые в этом принимали участие. Именно в стенах 84-й школы, почему я так опекаюсь об этой школе, была рождена наша социальная инициатива, дом, в котором мы живем, откуда она и пошла. Вот школа получила свое полное вознаграждение за такую инициативу, я считаю. То есть вот сегодня там, в общем-то, она обеспечена на 100%. Людмила Павловна, если говорить о необходимостях, то есть вот как вы считаете, с точки зрения образования, то есть что сейчас самое важное? В принципе, для программы новой украинской школы, ну вот мы посмотрим, как это будет. Вот что следующий шаг для того, чтобы достойно обеспечить уровень образования детских школьников? Ну я уже говорила, да, что это кадры, а кадры сегодня решает все. Ну на сегодняшний момент мы практически обеспечены кадрами. И есть проблемы, говорить только о том, что все замечательно, все хорошо, это, конечно, имеет место. Это всегда приятно. Приятно, да. Ну мы сегодня нуждаемся в учителях информатики, мы сегодня нуждаемся в учителях английского языка. То есть вот эта вот проблема, которая существует, но мы над ней очень плотно работаем. Я уверена, что все у нас будет хорошо. Но для этого надо растить смену. Растить смену, совершенно верно. Действительно, должны расти ребята, которые будут иметь хорошее знание, хорошие показатели. Вот я бы хотела сейчас перейти к этому моменту. Действительно, сегодня наша интеллектуальная элита очень поддерживается городской властью. Сегодня получают стипендию Одесского городского головы 20 школьников, лучших школьников города. Из Киевского района это 6 детей, мне это очень приятно. Каждые полгода проходит заседание этой комиссии и определяется лучше из лучших. Сегодня мы говорим о том, что дети являются участниками Олимпиад. И сегодня ребята Киевского района достойно представляют свои знания на этих Олимпиадах. Очень хочется мне сказать о победе, которая была на международном уровне. Это были ребята 65-й школы, которые представляли на международном конкурсе по информатике, робототехника. Стали победителями серебро и бронза. Это было просто замечательно. Это наши педагоги, и мы гордились победой наших ребят. Гордость и детство. Это правда. Я еще хочу сказать, что очень интересно, что с прошлого года уже стартовали интернет-олимпиады. Мы же понимаем, что мы в таком современном обществе, и сегодня уже интернет-олимпиады будут более-более прогрессивно внедряться в обучение. И ребята тоже участвуют в них и показывают определенные результаты. Свои знания, да. Ну, если вот мы возвращаемся к социальной инициативе, дом, в котором мы живем, ведь, собственно, она не только решала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, понятно, они самые болезненные, но это как раз вот те самые творческие, творческие порывы наших детей. Да и не только детей, собственно, вот какие программы в комплексе вы решаете для того, чтобы действительно дать возможность расти детям, взрослым, реализовывать свои возможности. Социальная инициатива включает в себя не только благоустройство дворов. Мы, как бы, включаем, вкладываем в это понятие гораздо больше. Сегодня мы строим стадионы, сегодня мы ремонтируем школы, сегодня есть инициатива строительства дома творчества в Киевском районе, потому что дети не могут заниматься в однокомнатных квартирах, либо в помещениях, встроенных в жилые дома, потому что это несет неудобства не только самим деткам, а и жильцам. Часто это пожилые люди, которым музыка, которые там дети когда учатся, вы знаете, это не совсем сложившаяся уже мелодия, которая дает возможность. Да и все, но это определенная инфраструктура. Поэтому сегодня в Киевском районе это все создается. На базе 33-й школы уже есть проект, уже утвержденный проект, прошли многочисленные инстанции по утверждению. Начинается строительство дома творчества. Людмила Павловна, а вы уже планировали, что будет в доме творчества? Есть, конечно, наработанный опыт десяток лет назад, дома пионеров были. На сегодняшний день это, наверное, что-то более современное. Что там будет? Мы планируем, что там будут большие хореографические залы, того, чего не хватает, катастрофически. Это будет современное здание, это будет нечто современное. Я думаю, что мы не будем открывать сейчас секреты. Над этим работала большая команда людей, и творческих, и чиновников. Много людей работало над тем, чтобы сегодня мы так уже с гордостью говорили, что стартанем, и будет у нас в Киевском районе дом творчества. Но это должен быть такой вот центр притяжения, я правильно понимаю, не только для детей, но и, в общем-то, для взрослых. Для молодежи, для молодежи нашего района, потому что действительно необходимость есть, необходимость большая. Количество школьников сегодня 2,5 тысячи детей школьного возраста, детей дошкольного возраста практически 8,5 тысяч. Это все ребята, которые должны чем-то заниматься, и студенты. Я думаю, это будет замечательное место, где будут встречаться. Жизнь жителей Киевского района должна быть комфортной и безопасной. Вот мы такие места и будем создавать. В этом году открыли стадион 27-й школе, в этом году открыли 84-й школе. Начатые работы по 6-й гимназии, объявлен конкурс, утвержден проект. Не только стадионы являются гордостью Киевского района. В Киевском районе жизнь одесситов становится комфортнее и безопаснее. Но в целом мы видим, что политика развития социальной инфраструктуры не ограничивается Киевским районом. Правильно. И есть чем хвастаться во всем городе, потому что программа мэра, программа всего нашего коллектива настроена на увеличение и на улучшение этой инфраструктуры. Возьмем открытие школы на маршала Говорова. 25 лет никто не открывал в Одессе новых школ. Открытие парка Греческого парка, окончательная реконструкция парка Победы, центр административных услуг на базе Киевской райадминистрации, где не будет очередей, где будут абсолютно просторные, прозрачные условия пребывания людей, взаимосотрудничество между горожанами и властью. Это в целом социальная инфраструктура. Так это и есть гордость, о которой мы с вами говорим. Ведь мы идем к тому, что предоставляем возможность жителям Киевского района, повторюсь, жить комфортно и безопасно. Это все те программы, которые сегодня городская власть несет людям, дает возможность комфортно жить одесситам. И просто мы, как представители Киевского района, пытаемся хвастаться теми достижениями, которые есть у нас в районе. Поэтому, если брать в целом, мы, конечно же, лучше всех, но в целом Одесса развивается. Да, возможно, равняться. Просто те вещи, о которых мы сегодня говорим, мы ними живем. Мы знаем точно, как это происходит. Потому что ежедневно я, Людмила Павловна, господин Сушков, ходим по дворам, ходим к людям, спрашиваем, что их больше всего интересует, что надо менять. И от этого происходят вот такого рода программы. Поэтому, если говорить об улучшении в целом инфраструктуры социальной в городе Одессе, я думаю, что мы сегодня в Украине номер один. Ну что ж, спасибо за эту беседу. Я желаю вам успехов во всех начинаниях, в реализации всех планов. Благодарю и напомню, что в гостях у нас были начальник территориального отдела образования Киевского района Людмила Прокопенко и депутат от Киевского района Дмитрий Танцюра. Субтитры создавал DimaTorzok